Друзья, привет! ТВ-бокс на сертифицированном Android TV, Blaupunkt, вроде бы именитый производитель, но что у нас получилось в процессе теста, мы вам расскажем в этом обзоре. Поехали! Слушайте, в принципе, в принципе, неплохой ТВ-бокс на фоне того, что сейчас и Nokia выпустила, и там огромное количество сейчас Verizon пошел, есть DinoLink, Mikul'ы пошли там расти со своими ТВ-боксами, тоже все отлично у них получается. Но здесь вот появился он на рынке, по крайней мере, моей страны, и многие мне скидывали из разных стран, что у них тоже есть этот Blaupunkt, и говорят, Bubble, там сертификация Netflix, и вроде бы именитый-то бренд, должно быть все классно, классный, да не классный. Почему? Потому что Nokia тоже именитый бренд, и видели мой обзор, да? Так вот, что мы получили в процессе эксплуатации этого бокса? Во-первых, цена его в моей стране 100 долларов, ровно 100 долларов. За это я получаю Amlogic S905X2, я получаю 2 на 8 формулы, я получаю 100-мегабитный LAN, получаю 5 ГГц Wi-Fi, здесь у нас абсолютно, знаете, стандартный набор, SPDIF, HDMI, есть у нас LAN RG45 на 100 мегабит, есть у нас даже аудио-видео выход, есть USB 3.0, USB 2.0 и разъем для TF-карт. И как-то уж очень сильно он мне напоминает OEM одной компании, с учетом того, что здесь пульт от Mecool, обыкновенный пульт с нанесением Blaupunkt. И когда мы начали его тестировать, мы увидели, что производитель этой коробки SDMC. Чтобы вы понимали, SDMC это печально известный производитель OEM, у которого есть сертификат на определенную платформу на S905X2, есть тому пример Minix Neo T5, который на старте продаж сразу же загнулся, на него не было потом ни одного обновления, и про него все забыли. К тому же здесь нет ни автофреймрейта нормального, нет ничего такого, что могло бы быть несколько уникальным по соотношению к его конкурентам. Плюс, плюс, у нас была огромная проблема. То есть мы включаем, тестируем, у нас работает. Потом мы что-то делаем, допустим, там клацаем менюшки, потом у нас перестает работать тестовый файл в H.265 кодеке, пишет кодек error, то есть ошибка кодека. Потом перестает работать YouTube, мы перезагружаем, это все работает некоторое время. Потом в определенный момент мы включаем IPTV, IPTV не работает. Опять начинаем проверять тестовые ролики, опять отвалилось. При этом словить какую-то систему, возможно, это на LAN RG45, возможно, это на Wi-Fi. Ну, короче, как-то бессистемно это все происходило, и я понимаю, что вот этот SDMC, это то, что вообще брать нельзя. И мы никогда SDMC не советовали, то есть заказать OEM, SDMC, я мог бы TV-Box под брендом Технозоны продавать вот точно такую же коробку, точно такую же прошивку, и сказать, там есть Netflix, но нет, автофреймрейта, он вам не нужен, потому что там есть уплавнялка. Ну, короче, ребят, ссылка на вот это вот в описании под видео. Если вы хотите действительно нормальный Android TV сертифицированный TV-Box, то ссылка на топ-10 Android сертифицированных TV-Box, которые мы рекомендуем, есть там же в описании под видео. Ну, а также советую нажать подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши обзоры. Ну, и, конечно же, рекомендуем его или нет, советую вам дождаться конца видео и посмотреть все то, что мы на нем тестировали, вернее, пытались, особенно нас вымучил Veeam, он то работает, то не работает, и как-то вообще все непонятно. Хорошо, переходим. Ну, слушайте, ну, ладно, интерфейс Android TV. Ох ты ж, блаупункт, блаупункт. Netflix — это первое, что мы видим. Идем в настройки. Знаете, есть подозрение, что этот блаупункт... Слушайте, если он просит сейчас нам название для Chromecast, давайте сразу тестировать Chromecast. Мой смартфон выводит, может выводить во всех режимах. Так, Bstream он нашел. Chromecast работает. Хорошо. Ну, тут как бы сертификация Google есть, и с Chromecast вопросов никаких не будет. Выходим из Chromecast. С аккаунтами вопросов, конечно же, никаких нет. Вот есть какие-то TV Settings. Дисплей. Разрешение экрана. Разрешение экрана поддерживает от 480p до 4K, 2K, SMPT. И у нас нет с вами меню управления HDR. Очень милая штука, да? То есть, как бы, как всегда в сертифицированных андроидах. Так, вывод Digital Audio. Давайте мануально выберем все возможные форматы, проверим. Они заявились-то Dolby Digital, что у них есть лицензия, есть Netflix ESN, и картинка нерегулируемая. В принципе, тут все, что мы хотели увидеть, мы увидели. Нам нужен геймпад, наверное. Знаете, для чего? Потому что все-таки надо попробовать, как это все дело работает. Попробуем, подключаем мой геймсир. Заодно и проверим работоспособность Bluetooth на подключение внешних устройств. Так, запросила. Вроде бы подключает. Давай, подключение, подключение. Все подключено. Хорошо, с этим у нас работает. Так, в настройках устройства, об устройстве, Bitstream, это был пункт. Слушайте, 16 ноября у нас обновление, вернее, 5 октября обновление системы безопасности, хотя на сертификатах, на сертифицированных Android TV уже прошло обнова от января, как бы так. Ну, на некоторых еще держится. Ладно, на это пока не обращаем внимания. Смотрим, из 4.4 доступно, из коробки гигабайта хранилища. Слушайте, больше ничего тут нет такого интересного. А что нам покажет AIDA60? Все, твою налево. Ребята, объясняю. Именитый бренд Blaupunkt. Это жесткая китайская подделка. Знаете, что такое производитель SDMC? Помните, у меня был обзор на канале Minix Neo T5? Это приставка, которую купили, и там был производитель тоже SDMC. Это приставки, о которой забудут мгновенно все после того, как ее продадут. То есть, по сути, это китайский завод, у которого есть сертификат. Есть одна единственная SDK под один единственный процессор S905X2. Я не удивлюсь, если здесь 905X2. Ну, в принципе, здесь Franklin платформа. Это 100% 905X2, если ее выпускает SDMC. И они под это дело выпускают OEM. То есть, я вот сейчас уже могу, даже не проверяя дальше, могу сказать, что здесь нет ни автофреймрейта, и ничего более-менее нормального здесь тоже нет. То есть, это приставка, которую они выпустили, и они о ней забудут на всю оставшуюся жизнь. То есть, вы можете тупо забыть про эту приставку вообще в плане обновления. То есть, даже тот же Xiaomi Mi Box, он будет намного интереснее, чем эта приставка. Ладно, хорошо, это эмоции. Центральный процессор Cortex-A53, 4 ядра по 1.8. Это Amlogic S905X2. За отображение отвечает Mali-G31. И сеть у нас, ну, 5 ГГц, нормальный connection speed, обязательно проверим. Доступа к температуре нет, ну и по кодекам такое, даже смотреть нечего. Слушайте, ну, прям интересно, интересно. Проверять на сертифицированном Android троттлинг-тест нет смысла. Почему? Потому что нет доступа к датчикам температуры, и этот троттлинг-тест ничего не даст, потому что он заточен по условиям сертификации, этот TV-бокс, на то, что он не должен троттлить. Потому что если он прошел сертификацию, значит, там так и есть. Запускаем спид-тест, пробуем, как работает 5 ГГц, запускаемся. Получаем хорошие показатели по 5 ГГц, выше 300 МГц. Это действительно хорошо. Меня расстроил SDMC, но это хорошо, 330 на 394. Давайте пробовать 2,4 ГГц. Стартуем. И 2,4 у меня что-то висит, короче. Поиск серверов идет. Что за прикол? О, соединилась. Давай, соединилась. Нашло. Поехали, поехали. Смотрим. И это, вы знаете, вот такой выше среднего. 50 Мбит, 70 Мбит. Почти 80, 80, 90, 100. На роутере AX3600 он показывает 118 на загрузку в 2,4. И достаточно неплохие показатели на выгрузку в районе 50 Мбит. Это хорошие показатели. Вообще сетевые модули здесь отличные. Я думаю, самое время нам подключить LANA-J45. Давайте мы сейчас подключим. И посмотрим, какой сетевой модуль LANA-J45 здесь стоит. То есть под обыкновенный сетевой кабель. Смотрим. И получаем обыкновенные 100 Мбит. Вот так вот. Не дать, не взять. 100 Мбит. Такой себе SDMC-бокс. В этом плане у меня претензий нет. Они что заявили, то и сделали. В тестах производительности игровой, например, в 3D-марке, Могу вам сказать, что Vice Storm Unlimited на 905x2 Он набрал максимальное количество баллов. А Vice Storm Extreme он набрал 5940. Что очень хороший результат. И это выше, чем есть по рынку. То есть для игровой производительности, для мелких игрушек, Ну, с учетом той памяти, которая на нем есть, Это какие-то, знаете, там, закачали, поиграли, удалили. Это вот этот вот вариант есть. Это работает. Смотрите, что у нас здесь интересно. У нас горит вот этот вот значок голосового ассистента. Вроде бы должен быть голосовой ассистент. Но мы проверяем голос. Да, и голосовой ассистент завезли. Самый лучший фильм. Работает быстро. Голос. Давайте. Он нашел его на YouTube. Нет, он нашел его в Википедии. И находит во всех доступных источниках, Которые есть у нас установлены приложения. Работает действительно быстро. Это хорошо. Ну, что он еще может? Он, например, может там, погода на завтра. Вот, пожалуйста. Он определяет мой город и показывает погоду на завтра. Так, с этим тоже вопросов нет. Давайте уже доходить до мультимедийных возможностей. Его больше здесь тестировать нечего. Все-таки сертификат Android. Я хочу протестировать его звуковые возможности. Ведь у него есть лицензия Dolby. И для этого мы должны с вами использовать коди. Так будет проще. Вот это, кстати, меня напрягло. Написано, что не хватает места для проигрывания. Интересно. Просит освободить. Это как? Ладно, давайте пробовать, короче. Сейчас у нас проигрывается Dolby Digital+. Dolby Digital Plus у нас есть. Давайте выходим. Dolby TrueHD пробуем. Dolby TrueHD нет. У нас обыкновенный PCM звук. То есть нету ничего. DTS 5.1 ядро. DTS в режиме PASTRU. То есть здесь есть лицензия Dolby и DTS в режиме PASTRU. И пробуем DTS SFX Long Lossless файл. Это DTS HD HRS. DTS HD HRS нет. Пробуем теперь Netflix. Netflix очень интересен. По крайней мере, меня за него так ругают и говорят, зачем Netflix, если есть торренты. Ну, блин, ребят, ну смотрят Netflix. Большое количество подписчиков на Netflix. На текущий момент в русскоязычном секторе. Так, Netflix запустился. Netflix и 5.1 звук видит и в 4K HDR. Ну, у меня сейчас показывают HD качество. Ну, допустим, запустим любой фильм. Вот он здесь с 5.1 звуком. Так, ну на Netflix все заработало. В принципе, это своем. Тут как бы вопросов нет. Поэтому вы можете смотреть. Все, выключаем Netflix. Пробую ролики 4K 60 FPS. И действительно, никакого вообще вопроса у меня по роликам таким нет. Вот как бы есть, как есть. Поэтому я спокойненько могу сказать, что YouTube на данной приставке работает просто-напросто отлично. Хорошо, выходим с YouTube, с Netflix тут вопросов нет. Так, а что же мы еще можем с вами проверить? Ах, слушайте, давайте зайдем в DRM Info и посмотрим, какие у нас здесь все-таки сертификаты есть. Так, 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 SDK Level 28. Это нас мало волнует. CNC Clear Key. Плюс у нас Google Widevine L1 есть. Само собой. Ну и Microsoft Play Ready DRM. То есть DRM ключи у нас есть. По поводу автофреймрейта, могу сказать, что если вы зайдете в Vimo Media Player, это один из основных моментов тестирования автофреймрейта через IPO Google, то мы видим, что у нас нет переключаемых режимов для данной приставки. Поэтому она нормально работать с автофреймрейтом не будет. А если быть точнее, то вообще не будет. Конечно же, пробуем обязательно торренты, 4K торренты. Давайте включим в смертельной зоне, есть точно 4K торрент. Запускаем. Вот выбор плеера, это, конечно, наказание. Видите, такая же проблема, как в Mi Box, что нет вот этого вот значка. SDMC-то никогда не поправит. Можете забыть. Ух ты. Дима не смог воспроизвести этот контент. А что такое? Ну, знаете, торрент 4K тоже пошел. У меня как бы вопросов нет. Слушайте. Уже тормозить начало, да? Нет, вопросы есть. Торрент 4K тормозит. И тормозит он, знаете, через что? Через коди. А знаете почему? Потому что я через Vimu Media Player не могу ничего здесь запустить. И я, честно говоря, даже не понимаю, в чем может быть вопрос. Очень странная приставка. Она очень странно себя ведет. Vimu плохо воспроизводит. Я вот сейчас ищу Vimu. И знаете, что за проблема есть? Он пишет, что есть обновление для приложений. А приложение обновлять не хочет. Смотрите, я сейчас беру Vimu. Давайте удалим его. Попробуем. Установим еще раз. Давайте установить. Через Vimu ничего не воспроизводит. Вообще ничего. Недостаточно места. Подождите. Так я ничего не установил. Я ничего не установил. Ну, это же... Ага, Dead Effect. Понятно. Игровых возможностей не будет. Сразу говорю. Давайте Dead Effect удалим. Потому что мне не хватает памяти даже на вот этот вот минимальный набор приложений. О какой игровой производительности мы можем сейчас говорить. Давайте еще раз пойдем установим Vimu. Вы знаете, ну не хочется мне показывать даже то, что она хоть как-то работает. Постоянно какие-то вот глюки. Vimu не воспроизводит. Давайте сейчас еще раз проверим Vimu. Сейчас попробуем его настроить. Я пытаюсь запустить торрент, Vimu не запускает. Запустил торрент маленький на 17 гигов через тот же самый коди. Тормозит. При том, что скорость отличная. Непонятно мне ничего. Давайте в опциях поставим, ну вернись. Давайте в опциях, в настроечках поставим версия Vimu Engine V2 плюс туннелинг. Размер муфера потока можем поставить соточку. Ну 2 на 8. Вот это вот 2 на 8 играет, наверное, злую шутку. Ох-ох-ох. Давайте еще раз попробуем тот же самый торрент через Vimu. Не знаю, не знаю. Как-то много сильно вопросов. Не может он. Подожди. Exe2 render decoder failed. OMX I'm Logic have decoder. В смысле? Ничего не может проиграть H.265 кодек? Вот это для меня откровение. Давай попробуем Vimu поставить другой момент. Я же дело в том, что еще планировал проверять фильмы, как работает. Но у нее почему-то в стоке. Давайте V2 поставим или V1 даже, наверное. Программный декодер использовать не буду однозначно. Ну в смысле нормально не работает на нем Vimu? Ну как так вообще? Сейчас тестовые файлы попробуем поиграть на нем. Слушайте, ну ковнецом. Ну это понятная идея, что Vimu не смог прошить. Ошибка плеера. Фу, как интересненько-то, а? А давайте-ка мы с жесткого диска, с жесткого диска, попробуем поиграть в тестовые ролики. Тесты. Ну давайте, выбросило нас. Нажало нас, выбросило. Что не так? Что не так в этом блоупункте? То есть это сертифицированный Android TV. Vimu скачанный из маркета. Это не ломанный Vimu, это нормальный Vimu. Давайте попробуем другой, другой движок. На любом движке меня выбрасывает. Я, честно говоря, вообще не понимаю. Ладно, но ни одним Vimu у нас, скажем так, блин, что все, выбросило. Прикиньте вообще, я, честно говоря, в шоке. То есть как стрим-сервис, как стрим-сервис, он, конечно же, работает. Вернее, как стрим-бокс. То есть YouTube работает. Я зашел, давайте, у меня что-то вообще сейчас я начал подвисать. YouTube, ты работаешь? Давай пробуем еще раз. YouTube работает. Хорошо, ладно. Давайте пробовать в VLC. То есть мы погоняли звуковые тестовые ролики. И тут у нас началась какая-то фигня. Тест винт. Тесты. Давай, Jellyfish 4K Ultra HD 10 бит. На VLC. Давай. И что это такое? Это фрезы. Он что, в программном проигрывает у вас декодере? Вы это видели вообще? То есть я ничего здесь не придумываю. То есть, если у кого-то есть такой блоупункт, напишите. Может, у меня тупо брак. Ну, я, честно говоря, сейчас подвис. Подвис. Стриминги работают. Стриминговые сервисы работают. Что с H265 кодеком? Давайте в коде попробуем проиграть. Он проиграл только тестовый аудио у меня по ходу. Давайте сейчас попробуем в коде проиграть. Так, по порядку. Смотрите, мы сейчас... У меня есть торрент, у меня есть закачанный Gemini Man на 68 гигов. Это MP4 в H265 кодеке. Все, через коде пошел. Через коде пошел, через Vimo не идет вообще ничего. Через коде пошел. Сейчас перемотаем куда-нибудь. Да, через коде проигрывает. Хорошо, выходим. Давайте попробуем сейчас тест-винт. Тесты. Тот же самый Jellyfish. Норм. У нас, получается, он только в коде проигрывается. Ни в VLC, ни в том же самом Vimo он не проигрывает. Давайте еще раз попробуем в каком-нибудь плеере стороннем или даже на внутреннем плеере попробуем это проиграть. Давайте, тест-винт. Тесты. Тот же самый Jellyfish. Внутренний кодек ошибка. Слушайте, вообще огонь. Он МКВ файлы не играет, походу. Давайте откроем в системе. Он не играет МКВ файлы. Сейчас клацнем на видеоплееры все. Не удалось воспроизвести видео. Ребят, у него реально проблемы. И проблемы такого рода, что либо здесь чего-то напортачили с торрентами. Я не знаю. Я хотел бы очень сильно услышать владельцев этого самого Blaupunkt. У меня не получается. При том, что у меня очень классный интернет, у меня не получается воспроизвести Hefk Decoder. Именно в 265-м кодеке в МКВ-контейнере. Давайте посмотрим. IMLogic. Это энкодер. А где декодер? IMLogic Video Encoder. Где декодер 265-го кодека? Давайте смотрим, смотрим. IMLogic Google Have. А, вот он. Нет, он есть. Декодер есть. IMLogic Have Decoder Avison. Он должен работать, но он не работает. Ребят, я, в принципе, вот столкнулся с такой фигнёй. Давайте ещё проверим, конечно же, IPTV, но у меня как бы двоякое ощущение. Вообще двоякое мнение насчёт этого ТВ-бокса. Так, пробуем 4K IPTV. Давайте, ну, 4K какой-то канал. Сможем, не сможем. Знаете, очень странно. Ни один из 4K каналов, он не грузит. Он не грузит ни один из 4K каналов. При том, что этот плейлист у меня сейчас на другом ТВ-боксе работает просто идеально. Вот давайте, наша Сибирь 4K. Ну, на всех ТВ-боксах работает наша Сибирь 4K. Давайте, ну, давайте какой-нибудь SD-канал попробуем. Вообще работает плейлист или нет? Так, 4K не завелись каналы. Давайте попробуем Omega TV. У меня украинский провайдер есть. Сейчас активируем его. Пробуем... Пробуем Omega TV. В принципе, на Omega TV должно все заработать. Ну, давай. Да ладно, слушайте. Ну, что это такое вообще? Я думал, что там плейлист навернулся. У меня не работает вообще здесь IPTV. На Omega TV. Ну, что это за бред? Не удалось подключиться к каналу. Давайте попробуем... Сейчас я включу опять тот же самый YouTube. Вот Серегу Буйкевича сейчас включим. Серегу Буйкевича включаем. И что сейчас произойдет? Выдала ошибку. Слушайте, у него реально проблемы с воспроизведением. Давайте его пробовать перезагружать, потому что у меня сейчас истерика уже. Слушайте, перезагрузился. Пробуем еще раз YouTube. Что-то YouTube начал тормозить. Не тормозить, а просто перестал работать. И попробуем еще раз IPTV. Возможно, у него какая-то действительно фигня есть у этого бокса. Ну, неудивительно. Это все-таки SDMC. Давайте любую там из моих подписок включим. Конечно же, мой канал. Чтобы не было претензий правообладателей. Вот, хорошо. Работает YouTube. Работает YouTube. Давайте повторно идти. Я думаю, что у него с сетью что-то происходит. И он начинает морочить мозги. Вот YouTube работает. Давайте заходим в Omega TV. Все, заработало. Смотрите, что самое интересное. У нас начинаются проблемы. Мы перезагружаемся. У нас работает. То есть, если у нас возникают иногда проблемы. А эти проблемы у меня возникали не раз. И вам приходится для этого перезагружаться. Вам надо быть к этому готовым. Я уже, откровенно говоря, не хочу тестировать данный TV Box. Давайте еще раз ему попробуем. Может, у него после перезагрузки. Прямо проявится любовь к воспроизведению файлов. Давай, пробуем проиграть. Прикиньте. Вот буквально минуту назад ничего не работало. Буквально минуту назад ничего не работало. И нужно было перезагружать. Как так? Объясните мне. Давайте сейчас пробовать тогда торрент. Еще раз через Vimu. Так, запускаем торрент. Ждем. Запускаем через Vimu Media Player. Пошел работать. Я честно, я не понимаю этот TV Box. Я не понимаю. Это сертификат Android TV. Да, он работает. Я дальше проверять не буду. И опять же те же самые тестовые ролики, я сейчас уверен, пойдут на внутренних спокойно этих проигрывателях. Вот, допустим, тот же самый, давайте, Jellyfish работает. Для меня этот Box загадка. Поэтому выходим, резюмируем. Надоел он мне. Я действительно не должен так работать сертификат Android TV. Выходим, резюмируем. Слушайте, ребят, в качестве выдала скажу, что я бы не тратил бы 100 долларов на эту коробку. Я очень сильно жалею, что я их потратил. Очень сильно. Невероятно. Я буду пытаться его вернуть, потому что он не должен так работать. Даже элементарный Mi Box S, который у меня здесь есть на тестах, он работает на порядок лучше. Он более стабильный. У него есть автофреймрейт. Да, он слабее, но если мы говорим о стриминговых сервисах, то он действительно неплохо работает. А здесь то работает, то не работает. Надо перезагрузить, черт пойми что. Поэтому мы его конкретно не рекомендуем. Если вам нравится, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз обязательно подписываемся. С вами был Баббл на канале Технозон. Пока.